Всем привет! Сегодня у нас на обзоре бренд одежды Код Ред. И мы начинаем. Код Ред стал известен как журнал граффити еще в 2004 году. Его создатель Юрий Каданцев во время учебы в Московском университете печати сделал в качестве дипломной работы журнал «Улица». Первый журнал о московском граффити. Позже к нему присоединились такие люди как Александр Селиванов, который в свое время основал бренд LMA, специализирующимся на сноубордной тематике. В дальнейшем присоединился Дмитрий Аски, работавший в LMA дизайнером по граффике. Так как журнал граффити практически не приносил никаких денежных средств, было решено заняться выпуском одежды. История самого бренда Код Ред берет начало в 2006 году, когда была разработана уникальная на тот момент сумка для баллонов с краской. Ее популярность побудила создателей бренда продолжать выпускать вещи под маркой Код Ред. И следующими изделиями стали блэкпуки, поясные сумки и рюкзаки. Новый этап развития наступил в 2010 году, когда появились спортивные штаны и толстовки с маской. Ребята не сидят сложа руки и постоянно придумают что-то интересное для развития бренда и поддержания интереса у аудитории. Сейчас в список вещей входят различные... Подождите... Рюкзаки, уховики, куртки, толстовки, рубашки, футболки, штаны, шорты, брюки и другие изделия. РАУ! Всю одежду и аксессуары производят ограниченным тиражом. А количество единиц каждой расцветки определенной модели варьируется от нескольких десятков до трех-пяти сотен. Простыми словами, тираж ограничен, расцветки ограничены. Все вещи Code Red шьются исключительно в России, это принципиальная позиция бренда. Кроме того, местное производство позволяет быстро разрабатывать и выпускать новую продукцию и сразу же доставлять её в магазины. Этот бренд отличается примером логики, делай хорошо и тебя полюбят. Подобно Фреду Перри, парни просто выпускают очень качественные вещи с заботой о своих покупателях. Никто не вкладывается в рекламу, известные люди сами рекламируют Code Red. Парни из Грота, к примеру, покупали их ещё до того, как познакомились с командой бренда. А Оксимирон и вовсе посетил питерский магазин, написав в инстаграме, что отечественный стритвирт это оказывается интересно. А после предложил ребятам сделать в их магазине автограф-сессию. У парней есть собственный ютуб-канал, давайте посмотрим, что же там. Теперь давайте заглянем на официальный сайт бренда и можем посмотреть цены на данный товар. А если вам понравился данный видеоролик, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Картавый Блог и до скорого. Продолжение следует...